Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Сегодня, Великий Четверг, мы переживаем тайную вечерю, на которой Господь установил таинство Евхаристии, переживаем Его слова о том, что необходимо и нам умывать друг другу ноги, так как Он это сделал по отношению к Своим апостолам, переживаем также предание Его Иудой Искариотским и взятие под стражу, и знаем, что сегодня вечером будем слушать Страстные Евангелия. И вот из этого огромного богатства, содержания и смысла я сегодня, в этот год, хочу остановиться только на одном гефсиманском борении, на гефсиманской молитве Спасителя о Чаше и сказать о ней несколько слов, поскольку обо всем этом сказать вот так вот по порядку было бы слишком много. Господь перед тем, как приблизились стражники и взяли Его, как мы знаем, просил своих апостолов молиться с ним и бодрствовать, а сам, отойдя от них на расстояние, на которое обычно летит камень, молился, говорил, не как я хочу, Отче, но как ты. Однако, если возможно, пусть минует меня чаша сия, чтобы мне не пить ее, но не как я хочу, но как ты. И здесь мы видим, что Господь был действительно человеком, который имел человеческую волю, а воля человеческая пытается избежать страданий и смерти. Однако, Сын Божий знал, для чего пришел в мир, и поэтому, хотя, желая совершить наше спасение, говорил Отцу, но не как я, не как я хочу, но как ты. И для нас эти слова драгоценны, потому что и нам в нашей жизни, в нашей духовной жизни, многократно необходимо подклонять свою человеческую волю под волю Божию. Только в этом случае и при этом условии только мы способны избежать греха. А мы чувствуем в эти дни, какую страшную цену заплатил Сын Божий за наш грех. Как нам хочется вместе с Петром плакать и рыдать от того, что мы сами участвуем ежедневно в распятии Христовым, поскольку распинаем его вновь и вновь своими грехами. Так нужно нам каким-то образом научиться избегать греха. И вот Господь дает нам ключ к этой тайне, тайне освобождения нашего от наших многочисленных грехов, от проявления наших греховных страстей в нашей повседневной жизни. Ключ этот прост. Нужно постоянно искать волю Божию и спрашивать себя, в чем она состоит, всматриваться в глубины своей совести, чувствовать и стараться услышать этот тихий голос правды Божьей, которым надлежит руководствоваться. Здесь, правда, есть еще одно, о чем тоже следует сказать. Человек тоже имеет в себе две воли. По учению преподобного Максима Исповедника, жившего в седьмом столетии, у нас есть воля природная, та самая, которая была и в Господе Иисусе Христе, вот та самая, которая понуждала и заставляла его желать избежать страдания. Естественно, такая природная воля есть и в нас, ведь и он человек, и мы человеки, все мы потомки Адама. И он по своему человечеству, и мы по своей природе. Но, продолжает преподобный Максим Исповедник, есть у нас и воля выбора. По-гречески фейлема гномикон, гномическая воля в греческой огласовке, та воля, которая проистекает от грехопадения наших прародителей Адама и Евы. Мы вынуждены выбирать между добром и злом, и эта воля выбора, она все время колеблется перед тем или иным испытанием или искушением, которое нам предстоит. Понятно, что есть у нас нравственная свобода, но вот эта воля выбора, это есть следствие грехопадения, потому что если бы человек устоял в добре, то до него не было бы с какого-то момента вообще никакого вопроса, что ему выбирать, добро или зло. Точно так же, как такого вопроса нет для Бога. Конечно же, добро. Так вот, воля выбора и есть то, что необходимо нам подклонять в себе под волю Божию, настолько, насколько мы ее чувствуем и видим. А вот во Христе Боге, говорит преподобный Максим, воли выбора не было. Волю выбора в нем заменяла божественная воля Святой Троицы, которая едина у Отца, Сына и Святаго Духа, ибо в воле есть принадлежность природы, как учит преподобный Максим, а Святая Троица обладает единой божественной природой, поэтому мы и говорим о едином Боге. Итак, во Христе мы не видим никогда воли выбора, потому что Христос никогда не выбирает между добром и злом. Для него зло как потенция, как альтернатива, как опция вообще не существует. Для него есть только один выбор, и это выбор в пользу добра. Но поскольку он человек, то в нем, как уже было сказано, наряду с этой божественной волей присутствует и человеческая. И поэтому ему в этот момент гефсиманской молитвы было необходимо укрепить свое человеческое естество для того, чтобы избрать то, что он, как Бог, всегда хотел и должен был совершить. Вот в этом заключается смысл гефсиманской молитвы, и об этом говорили в седьмом столетии, в последних десятилетиях этого столетия отцы Шестого Вселенского Собора, которые собрались, чтобы осудить ересь монофилидства, предполагавшую, что во Христе только одна, притом божественная воля. Если бы это так было, то Сын Божий не был бы подлинным человеком. И это значило бы, что Он не исцелил всего человека. Исцелил бы многое, но не все. В данном случае не волю человеческую. И тогда не исполнились бы слова святителя Григория, богослова, сказанного еще в четвертом столетии, что что не воспринято, то неуврачовано. Отцы Шестого Вселенского Собора и прежде всего сам преподобный Максим Исповедник, не доживший до этого собора, но, в общем-то, в своем богословском творчестве предвосхитивший выводы этого собора, говорят нам о том, что все во Христе должно быть направлено на исцеление человека и человеческой природы. И поскольку все в человеческой природе подлежало исцелению, в частности, и воле человеческой, то поэтому во Христе, конечно же, есть человеческая природная воля. Поскольку, как уже было сказано, воля – принадлежность природы, а во Христе две природы – божественная и человеческая. Вот об этом тоже можно поразмышлять и нужно поразмышлять нам, поскольку мы в своей духовной жизни очень часто стоим перед этой задачей. не просто выбрать божественное, не просто чувствовать так, как почувствовал бы на нашем месте. Боюсь этого сказать, но скажу, сам Господь Иисус Христос. Ведь сказал же апостол Павел в послании к филиппийцам, что в нас с вами должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Но не только эта задача стоит перед нами, но еще и та, чтобы нашу человеческую волю исцелить с помощью Божией от склонности козлу. Вот тогда только есть у нас надежда на то, что добродетель, правда, чистота, красота богочеловеческих заповедей, данных нам, будет, наконец, нашим достоянием. Можно сказать, будет чем-то естественным для нас. Так что уже не придется нам находиться в этой борьбе, которая столь изнурительна и которая никогда не бывает всегда победоносна для нас, борьбе со злом. Хотелось бы, чтобы зло в нас было раз и навсегда преодолено. Но это длительный процесс, и он протекает всю человеческую жизнь при условии, что человек трудится над собой. Постараемся и мы трудиться, помни о том, какую дорогую, страшно дорогую цену заплатил Сын Божий за наше спасение. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok